Мы в прошлой неделе начали объяснять великую встречу, которая была между Александром Магедонским и Шимуно-Цадыком. И чуть-чуть дали объяснение в глубине, что это значило, когда Александр Магедонский приходит и поклоняется перед Шимуно-Цадыком. Александр Магедонский, как мы знаем, это начало всей его греческой империи, всего, скажем так, той философии, той идеологии, того, чего, в принципе, Греция тогда еще несла и до сегодняшнего дня носит, как продолжается всего этого, это Рейская Римская империя. И мы сказали, что есть большое значение в этом, то, что Александр Магедонский, когда увидел Шимуна-Цадык, который был одет как коин-гадор, который был одет в одежде коин-гадоля, и он говорит то, что идет и поклоняется перед Шимуно-Цадыком, и говорит, лицо этого человека, Он всегда стоит передо мной, и он дает мне успех перед каждой войной, которая у меня есть. Мне дали чуть-чуть понять объяснение тому, то, что Шимуно-Цадык, который являлся олицетворением всего еврейского народа, и Александр Магедонский, который является олицетворением всего греческой философии, и греческой, всего идеологии, он понимает и осознает то, что он пришел здесь, так как причина всего его беде здесь, это ради Шимуна-Цадыка, ради еврейского народа, этого именно галута, который он противосоздает, тот галут от изгнания, то, что он против есть, он есть, в принципе, противоречие всего, как бы то, что Шимуна-Цадык или еврейский народ с собой как бы носят. И в это время, как мы уже сказали, это было то время, как раз то время тогда, когда пророчество уходит от еврейского народа, и уходит тоже страсть и долгоконство, и одновременно начинается греческое влияние, греческий силам, мощам распространения по всему миру. И ко всем этому есть еще одна глубина, которой мы хотим сегодня с помощью, скажем так, завершить ту тему, которую мы начали и в прошлом уроке, и в прошлом уроке, понять еще один, как бы, слой глубины, что поменялся после того, как пророчество ушло от еврейского народа, и что было до этого, и что есть, в принципе, сегодняшний день, и с чем борется еврейский народ в сегодняшний день, что самый большой враг, что стоит как противоречие еврейской философии, еврейской жизни, еврейства, и все то, что мы уже носим, 3330 лет уже. И до этого уже начало все это с Абрамовин. Дорогие друзья, есть очень интересное выражение шихмудрецов. В этой книге, которая называется Седер Аулам. Говорится там следующий момент. Написано то, что до того момента, как пришел, как бы, Александр Македонский, до этого, как бы, времени, как это было, говорится там следующая вещь. До этого момента, когда вот это время настало, о котором мы сейчас именно говорим, пророки, они пророчествовали, через руаха кодыш, а после этого, что мы должны делать, мекан ве эллах, после этого, хат от змеха, ушма девреха хами. После этого, что мы должны делать, слушать наших мудрецов. Это то, что говорят наши мудрецы в книге Седера Аулам, то, что до этого момента было время, тогда, когда мы должны пойти, мы должны были пойти к пророкам, и пророк, он должен был бы сказать нам, что нам делать, как вести нам себе, какой закон, в чем, как бы, этот, а сейчас мы идем к нашим мудрецам, нашим мудрецам. и они уже могут сказать, что нам делать и как нам делать. На поверхности мы понимаем, то, что, как бы, понятно, у нас нету пророков, да, мы должны пойти, в принципе, да, к мудрецам и так далее, но, значит, мудрецам объясняют здесь, то, что тут заключается невероятно большая глубина. А именно в том, то, что после этого времени, как Александр Македонский еще ему на цадык, и того момента, когда ушел от нас пророчество, началась абсолютно новая реальность в мире. Ну, абсолютно реальность в мире. Но реальность, особенно в еврейском народе. То, что до этого у нас была ясность, явность, явное видение, явные связи с творцом, явный связь с духовным миром, где пророк, он был в состоянии прийти и увидеть через его духовный уровень, через его, его, как бы, духовность, где он был и в том состоянии, где он был, он был в состоянии соединиться и узнать ту истину, которую и ту правду, то желание, которое творец хочет в том и ином вещи. Значит, мир выглядел таким образом, то, что было возможно узнать этих вещей, то желание творца, который должен именно сейчас, в этот момент, проявиться в этом мире. И пророк был в состоянии через его пророческие видения увидеть это все. Но после того, как у нас пророчество ушло, у нас нету этого ясности уже в этом мире. Объясняют еще святые книги, то, что после этого момента настала новая абсолютная реальность, которая стоит, скажем так, так как было у нас дарование Торы, где раскрылся вот этот величие пророчества и так далее, и дается Тора нам через пророков, и передается Тора именно через пророков, было второе дарование, второе именно раскрытие в этом мире, который начался после того, как пророчество ушло с этого мира, это именно раскрытие и сила, которое было дано нашим мудрецам. В это время, говорят наши мудрецы, хат ознеха, иди послушай мудрецов, потому что у них есть знания о Торе, о желании Творца. Что это значит, что мудрецам дается эта именно сила? То, что в сегодняшний день и каждый человек в состоянии прийти через его духовные изменения, духовный именно рост, когда человек поднимается и через 48 разных путей, как покупается и можно приобрести Тору, человек в состоянии достичь глубину именно Торы. Грубо говоря, если пророк раньше должен другими словами что-то значит, что если пророк должен был конечно дойти через духовные разные уровни и так далее и потом дается ему вот эта ясность, после этого времени мудрецы получили эту силу и можно сказать власть можно сказать или мощь над Торой, что через их поведение, через их 48 разных путей, которые в переговоре написано, как можно приобрести Тору, это занятие услышать, умение услышать, умение учиться, умение разных вещей, и много разных именно 48 разных путей, как можно приобрести и достичь на самом деле Тору, то Тора и желание Творца проявляется через изучение самой же Торы, осуждение его вещей, осуждать и понять и 13 разных атрибутов, как можно интерпретировать на самом деле Тору, они начинают это все делать в мозге. Это все вещи происходят проскрытие желания Творца в разуме человека, в том же разуме, где человек смотрит на это материалами, что он понимает, что ему нужно пойти кушать, и он должен зарабатывать деньги, бизнес сделать, купить, продать и так далее. В этом же это не тот же человек поднимается на духовных миров и заходит в какую-то другую абсолютно реальность, и он оттуда видит желание Творца. Нет, здесь, в этом разуме проявляется божественность в этом мире. Проявляется божественное желание в этом мире. И это то, что поменялся после того, как у нас ушло пророчество с этого мира. Как мы уже сказали в прошлой неделе, как говорит нам пророк, пророк, который принимает пророчество, он превращается в другом человеке, он абсолютно другой. говорит Рамоши Шапира то, что весь мир был абсолютно другим, когда было пророчество. Мир выглядел по-другому. То, что нет сегодня. Сегодня мы же не видим то, что в мире есть, кроме материального материальности что-то. Раньше это было что-то не так. Раньше это не было так. Раньше мир выглядел по-другому, из-за этого мы не видим в мире никакого кфира, отрицания, что нету Творца. Есть Аводазара, есть другое служение, другое богослужение, но есть богослужение, да, но сейчас первый момент тогда, когда приходит в этом мире отрицание Творца от Аристотеля. Почему именно от Аристотеля? Потому что Аристотель это есть тот шпиц, тот именно максимум разума, который тоже использует в этом мире, использует он тоже свой разум, понять этот мир, изучать этот мир, и он говорит, что мой разум, настолько мой разум понимает, это то, что я понимаю, это его как бы философия, это его как бы мотор, и это то, что сегодня все ученые и так далее, многие ученые как бы по этим линиям ходят. Теперь мы хотим чуть-чуть с глубиной именно в этом point, в этом аспекте чуть-чуть концентрироваться и понять глубину того именно борьбы, которая еврейскому народу до сегодняшнего дня именно есть. Греги пришли и сказали, если мой разум не понимает, значит этого нету. Значит этого нету. Вы евреи приходите и говорите, что вы связаны с творцом, у вас есть бритмеля, у вас есть обрезание, вы избранный народ, вы соблюдаете шаббат, вы есть избранные люди от творца этого мира, у вас есть новоместители, которые вы показываете этим, что вы можете в этом мире постановить реальность, эти три заповеди, которые греки именно хотели запретить еврейскому народу бритмеля, шаббат и освящение нового месяца. Говорит, что это все показывает извините, это именно показывает о избранности вашей, а мы говорим, что вы такой же как и мы, вы не видим ничего избранного, они приходят они ломают и они застеряют это место, они делают нечистым это все место, которое полное противоречиво их идеологии, потому что хотят показать то, что возьмите ваш разум, используйте для как все, изучайте математику, физику, анатомию и так далее, и так далее, это то, что мы хотим тоже, вы тоже умный народ, мы тоже умный народ, но вы говорите, что вы связаны с каким-то духовным миром, связаны бесконечность, вы связаны с высшим творцом, и который все абсолютно создан, не, никто не связан, вы не видите, мы не видим его, не надо этим показывать, все это, теперь, что это значит, когда греческие философы приходят и говорят то, что мы видим, мы есть в принципе все то, что мы видим, это это есть мы видим, это уже не существует, оно не этот, дорогие друзья, посмотрим, если в глубине психологически зайдем в голове как этих философов, мы видим невероятную вещь, если мы посмотрим все греческих богов, что они делали, к греке они пришли, они сказали, у них осталось это желание, опять таки, то, что не было принято, да, люди были привыкли к водозоре и и полконсту, так что они делали, они пришли, они поставили на горах идолов, сказал то, что сказав, что о, есть сила любви, есть сила огня, есть сила этого, есть сила страсти, есть сила разных вещей, и они борются между друг другом, они борются там между друг другом, он выигрывает, Зевс выигрывает, это выигрывает он самый сильный он сила этого сила всех человеческих и как они показывали всех этих богов они показывали так как же они хотели и вели свою жизнь мускулыстых сильных накачанных сила может где именно этого на показывался и они ставили это все на горах и где они дели делали свои колизеи где они заставляли людям бороться и как бороться голыми бороться и приносили там жертву под горами они приносили жертву на под горами эти все вещи показывает нам один общий знаменатель то что психология их не было то что глубина всего их не философии был можно определить одним словом звался гордость высокомерия что это значит это значит то что выше человека выше меня ничего не стоит значит если я не понимаю что-то его нету значит я стою шпицам этого мира мой разум это есть тот ограничение прошу даже ничего абсолютно не существует значит если мой разум это есть все то что есть в этом мире и это то что мой жизнь должен прийти по этим по этим путям то это значит в моем жизни что есть мои страсти мои проявления мои желания и эти все желания даже именно проявиться из-за этого они говорят что тело это есть то за что человек должен на жизнь в этом мире телесность это значит накачанность это значит спорт это значит красота телесная внешность и внутренний интеллект который есть до того момента когда мой интеллект понимает больше чем этого нет из-за этого не только то что мы именно только такие даже наши боги тоже такие говорили они они даже между богами есть этот спор между богами они тоже именно такие мы будем этих вещей делать колесе и так далее мы делаем там пересем их ними на жертву чтобы это доходило до них да то что они же есть на самом деле наши примеры значит человек ограничивался только именно человеческой реальностью ограничивался все выше абсолютно ничего нету это есть тот гордость который наши мудрецы наговорят здесь гордость то что понимает то что выше рамках человека это ничего нету а что с другой стороны дозвольте еще один интересный момент вещь которую только я в этом году видел невероятно большую вещь дорогие друзья это вечно вписано в одном книге который приводит титурует книгу который я лично эту изначально габаргина книгу к сожалению не увидел не знаю не не видел это моими глазами но это человек который приводит это приводит что-то доверенное лицо он приводит то что от имени говорят ученики вильницкого гаона от имени вильницкого гаона что мы думаем кто был аристотелес аристотелес действительно мы думаем что он не верил творца обычно люди мы понимаем то что аристотель да он это тот кто привосит это философию все 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 говорят то что если я не вижу его значит его не существует значит из-за этого если его не существует значит это есть мы есть то что мы есть то что мы наш разум о это мы есть в принципе шпиц всего творения мы ставим центре вселенной из-за этого мы даем нас все возможные страсти все возможные развития самого нашего тела, все-все то, что в рамках человека развивать и проявить, и наружу именно показывать, всех внутренних страсти и всего. И не думаем то, что Аристотелес — это человек, который отрицал Творца? Дорогие друзья, говорит Вильницкий Гаон, и ученики говорят от его имени, то, что Вильницкий Гаон говорил Аристотелес — это был человек, похожий на Нимруда. Мы уже делали урок про Нимруда. Что мы сказали насчет Нимруда? Нимрут — это человек Йодея, это Боро, Вемордо. Нимрут — это человек, который знает своего Создателя и хочет против него репелировать. Где мы видим этого Аристотеля? Нимруда — это мы видим. Где Аристотелес? Смотрите величие Вильницкого Гаона. Вильницкий Гаон говорит. Задумаемся на пару секунд. На каком поколении жил Аристотель? Аристотель жил в том же самом поколении, когда жил Шимона Цадык. Дорогие друзья, Шимона Цадык был коень годолем. Что мы думаем, если Аристотель хотел бы увидеть действительно Творца? И Шимона Цадык бы посадил бы его на 2 секунды всего лишь за столом? Шимона Цадык мог бы спускать весь вселенную, все абсолютно, все созвездия на столе ему показать чужесим образом? Он мог бы все абсолютно раскрыть ему, явно именно показать Творца именно в этом мире. Показать ему все абсолютно чудеса, он мог бы показать ему чудеса. И что Аристотель этого не знал? Что есть такой человек Шимона Цадык, который в состоянии этого делать? Конечно, он знал. Его ученик, он идет и показывает, он идет и поклоняется перед него. Что Аристотель этого не знал? Беводай, что он знал? Конечно, что он знал. Он знал, и он хотел отрицать его и бунтовать против него. Вот это и есть Аристотель. Это абсолютно новое понятие обо всем, что сейчас здесь происходит. Абсолютно новый взгляд на все. Мы думаем там, небо, что делать? Разум человека, он не может дойти до этого. Вы знаете, что у меня есть знакомый философ. Я с ним обсуждал какое-то время, потому что философии есть два на самом деле. Да, Кузари тоже пишет, что через философию, если человек думает, может два пути есть. Или что может через философию прийти про, что да, есть ПВД один истинный творитель в этом мире, или с другой стороны может прийти то, что нету творец в этом мире. Философия, разум человека. Я с ним поговорил, он сказал, может так и есть, да, сегодня, сегодня, сегодня. Это есть две, значит, что это значит? Разум может пойти или туда, или туда. Значит, он выбрал, да, я знаю, что он есть, я буду бунтовать против него. А что у нас евреев, что мы говорим? Мы не должны дойти до философии. У нас есть передача, которую мы видели Творца перед нашими глазами. У нас есть дарование Торы. Философии у них нету, потому что у них нету этой передачи, то, что они не видели Творца ихними глазами. А что сказать, философии может прийти только отрицание Творца? Это тоже неправильно. Посмотрим с другой стороны философии, Рамба Мореневухим, других философов, которые, да, доказывают через философию правдивости и единства именно Творца. Значит, разум, он такой вещь, который может пойти и туда, и туда. Аристотель выбирает, что? Знает Творца, и он отрицает его. Знает Творца, и отрицает его. Дорогие друзья, в этот момент, когда начинается реальность наших мудрецов, что это значит, то, что где начинается проявление Торы, проявление божественных желаний в разумах наших мудрецов, и им дается сила управлять именно Торой, именно тогда мы находим что? В Торе мы находим именно тогда про Мишну, Геморру, начинается спор между мудрецами, начинается еще вот так. Всегда было этих вещей в изучении Торы. Всегда было поколение поколениями. Но была ясность. Потому что была пророчность. Сейчас уже начинаются споры между друг другом, потому что стало уже вещь и неясность, и начинает обсуждаться через разные пути, как можно интерпретировать им на Тору. И там проявляется божественность во всем этом. В этот же момент приходит, что идеология гордости против еврейства. Идеология отрицания Творца, который тоже использует свой разум, но что использует свой разум, чтобы отрицать Творца. А ты изучает этот мир без Творца. Изучает все и не видит в него Творца, он видит не проявление Творца в этом мире. Математику ты можешь просчитать, высчитать и все, и все, все идеально, красиво. Что это значит? Человек изучал какое-то, понял, какое-то там Нобелевское премие человек достиг. Или изучал простую квантовую физику. Что ты говоришь? Вау, я это понял. Значит, у тебя был разум, и ты использовал этот разум. Используя этот разум, что ты говоришь? Все во мне. Кому ты на самом деле соединяешь свои понятия, свои достижения, кому ты присвоиваешь? Себе. А что ты говоришь? Это я. Ученые говорят, это мы. Это мы достигли этого. Это мы есть все. Потому что центр, глубина всего – это стоит гордость человека. Наука – это есть гордость всего, то, что все берет само же себе. Мы есть центр всего. Задумывайся настолько глубоко, объясняющие мудрецы, всего того вещь, который начался 2000 лет тому назад и до сегодняшнего дня длится. Мы есть центр всего. Человек стоит в центре всего. А мы – полностью наоборот. Мы видим, используем нашу мудрость, которая была дана нам. Мы используем наш разум, чтобы понять этот мир, чтобы изучать Тору, и чтобы понять этот мир, этот материальный мир. И когда приходит то, что мы понимаем что-то, мы осознаем – это не от меня, это от Него. Все вещи, которые у меня есть – это все от Него. Все от Творца этого мира, который дал мне этот разум. Ты думаешь, он думает что? Приходит тебе ученый и говорит – да, у меня есть разум, я могу использовать это, значит это все я. А кто тебе разум дал? Кто тебе дал разум, который что ты можешь так думать? Нет ответа. Нет ответа. Как говорил Эйнштейн, или мне кажется, был Эйнштейн, когда наш разум уже, наука доходит до определенного именно пика, там уже начинаются двери к синагоге. Они уже есть, были некоторые люди, которые, Эйнштейн был, говорится, много выражений, которые он показывал именно, что видел Творца во всем этом. Мы только можем изучать все, что было дано Творца, нам уже сказали это, и другие, Ньютон, и все такое, Ньютон, и другие ученые, которые великие-великие люди, которые видели Творца в этом мире. Действительно. Но большинство, идеология идет в чем? Отрицание всего этого. Потому что человек стоит в центре всего. И сейчас заходим еще глубже, дорогие друзья, и мы найдем невероятную вещь. Дорогие друзья, заметьте, настолько это красиво. Когда приходит к ученым, приходит какой-то вопрос, и он говорит, нет ответа. Что-то противоречит. Значит, я не понимаю через мой разум. Если я верю, если вещь-вещь, которая через мой разум не понимает, не доходит у меня в голове, значит, он не существует, он не может быть. После того, как мы это все объяснили, что это значит, что человек говорит, что это не существует. Потому что он говорит, что мой разум, это есть пик, то, что может быть в этом мире. Если вещь я не понимаю, он не может быть в этом мире. А что мы, евреи, отвечаем на это? Мы, евреи, отвечаем все то, что в прошлом уроке мы сказали от аншейкнеси дагдула. Аншейкнеси дагдула, мужа великого собрания, как раз было это время тогда, когда начался греческая философия. Аншейкнеси дагдула они пришли и сказали все то, что Даниэль и Ирмия сказали, что творец уже не мощный и он не великий, так как было ни нора, ни гвура, ни нора мы не видим в этом мире. И они сказали, атерапе, все как раз таки наоборот, все как раз таки наоборот. Что-то знают, что аншейкнеси дагдула они пришли и они говорят наоборот все. Они приходят и говорят. Знаете, в чем наш ответ? Когда наш разум не понимает что-то, это есть не причина, чтобы отрицать, а наоборот. Это причина, чтобы ты больше задумался, потому что там есть ключ большему вещей, который там скрывается. И если твой разум не понимает, и там, где ты, мама, видишь противоречия, это есть та причина, где ты должен еще дойти еще глубже. И там есть свет и ответ, который скрывается за этим. А они говорят, что есть противоречия. Все, отходят, значит нет, 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 нет. Мы говорим, нет, 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 там есть атерапе, наоборот. Наоборот, там заходи и ты там увидишь, на самом деле свет. Нет. Почему? Потому что мы говорим то, что мы связаны вечным Творцом. И давайте, дорогие друзья, еще одну сторону это все еще посмотрим. Как в науке показывается бесконечность? Бесконечность показывается перевернутой 8. 8 пишется вот так. Что это перевернутый 8? Это бесконечность. Перевернутый 1, перевернутый 7. Нет, 8. 8 перевернутый. Дорогие друзья, греки они говорили нам. И это то, что приходит до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня так пишут. Вы евреи говорите, что у вас есть связь с бесконечным? Который показывает число 8? Потому что мы говорим этот мир, что это 7 дней, это 7 дней, это этот мир. Выше этот мир, это что? Это число 8. Человек, который делает обрезание, он делает на 8 день. Почему? Потому что мы этим показываем, демонстрируем этим, что человек связан с высшей силой, высшей Творцом. Который стоит выше, чем этот мир. Человек связан с высшей реальностью. 8 день. Нешама у нас есть душа. Нешама. От слова Шим. Шин внутри. Шмоне. 8. Которые мы связаны через наши души. Высшим миром. Мы связаны с Творцом. С Творцом этого мира. У нас есть 8 дней в Хануку. Что мы показываем в 8 дней в Хануку? Мы связаны с вечностью. Выше, чем натура этого мира. Они, греки, хотели приходить и говорить, нет, вы не связаны с высшим Творцом. У вас нету связан с высшей силой. Вы есть в этом мире так, как мы все. Приходит Творец и показывает, что 8 дней вы стоите выше, чем этот мир. Вы связаны со мной, которая есть бесконечность. 8 число. Это два нулика, которые идут с верхом наверх. Идет наверх. Дорогие друзья, что греки говорят? 8. Бесконечность. Ломаем его. Нету связы с Творцом. Бесконечность. Ломаем. Не так, что мы связаны. Ломаем его. Поломана именно бесконечность. Полное противоречие от того, что мы говорим. Полное противоречие от того, что мы говорим. Когда евреи что-то проявляется в нас. Когда проявляется в Творце. Когда что-то. Мы говорим. Мы связаны именно с высшей силой. И они полное противоречие от всего этого. Нет. Все то, что мой разум не понимает. Нет. Нет. И если мы зайдем еще глубже, дорогие друзья. Мы находим сейчас невероятно большой момент. И знаете, вы помните или нет. Нет. Насколько раз мы говорили в наших уроках. Особенно в прошлом году. Мы в прошлом году тоже говорили много об этом. Настолько в верестве стоит величие человека в центре всего. Все время говорим то, что если бы человек знал бы, настолько он великий. Он не может грешить. Как можно грешить человек, который понимает, кто он есть. Что такое душа еврейса, которая сидит выше, чем ангел в этом мире. Как он может грешить? Все мудрецы постоянно об этом говорят. Все наши книги полно этим. Посмотри, насколько ты великий, насколько ты избран, насколько ты особенный. что не был такого человека, как ты, как после того, как было сотворение Адама Риша до сегодняшнего дня. Ты индивидом, который юник, который не был такого, как ты. И любыми избраны человека Творца. И постоянно ставим еврея в центре всего. И греки. Они тоже ставят человека в центре всего. Абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. Он бесконечный. Ты дал мне. Я? Кто я? Абсолютно по-другому. Абрабов Риш сказал... Абрабов Риш в голове. Я говорит... Брахи земля. Мошабаров Риш сказал, я никто. Но не Шама, который ты мне дал, ты мне дал. А но где он? Он стоит в... Он есть центр всего управления, всего мира, всего вселенной абсолютно. вся Тора идет только о человеке если речь идет о человеке ни о чем разговаривать ни о животных ни о ангелов ничего абсолютно в центре всего стоит человек который связан с Творцом который проявляет Творца в этом мире который есть проявление Творца в человеке когда еврей приходит и стоит с другой стороны философ он хочет проявить себе это он хочет свой разум использовать увидеть темноту как мы сказали в прошлом уроке он видит хошех он видит темнота почему эта темнота потому что он доходит до определенного момента а что дальше а мы доходим до этого момента мы говорим там есть свет всем этим управляет одна единственная сила все это соединяется через Творцом он есть создатель всего этого мы исходим из исходного пункта то что все это от него и все это только для того то что легалотк фод шамай в этом мире проявить его королевство в этом мире все жизни еврея чтобы проявить его и его разум было дано чтобы проявить и увидеть желание Творца и видеть пути Творца в этом мире это существенная разница между двумя гигантскими философами которые у нас есть гигантскими двумя и это и тот борьбак который до сегодняшнего дня дорогие друзья засмотримся в истории это больно слышать на самом деле но это истина это истина дорогие друзья никуда не убежим истина истина есть некоторые дни которые мы можем про истину говорить это один день это нужно говорить в Хануке потому что многие вещи Хануке к сожалению брата от людей не совсем правильно дорогие друзья были во время Хануки люди которые так называемые митьявни митьявни кто такой митьявни они хотели быть похожи на Гоев на греков митьявни в Зоре написано было состояние у еврейского народа что вот-вот они были на грани полного духовного уничтожения можно себе представить полное духовное уничтожение такого состояния у еврейского народа вот-вот-вот и ничего не осталось собой и люди ходили за этими теологиями это очень захватывает это очень блестит это очень это очень вау аналогично если мы хотим показать это был Советский Союз безбожье безбожье в этом мире это было очень захвачено мы сказали историю как даже великие великие внуки великого цадика Ховетсхайму ушли а дома не возвращались когда они пошли на парадах Красной Армии не возвращались дорогие друзья столько десятками тысячами именно людей от еврейских душ которые потеряли свои корни еврейства в Красной Армии с другой стороны с митьевным месте в это же поколение были группировки отдельных людей которые отдавали свои души ради того чтобы сохранить свое еврейство написано в книге про Антиохус называется Мигелет Антиохус как еврейские мамы делали бритмилу и они отдавали свою жизнь говоря мы знаем что вы нас убьете но не дай бог чтобы мой сын был без бритмилы и она прыгали с крыши отдавая свою душу Хасвейшалом чтобы мы не делали нашим детям бритмилу люди ходили в пещерах там соблюдали шаббат Хасвейшалом убьете нас лучше умереть так чем Хасвейшалом не делать шаббат Халилавэхаз отдавали свои души ради души ради ашева ради святости ради соблюдения заповедей аналогично мы находимся во время Советского Союза люди которые рисковали всем и всем абсолютно то что у них было Рависах Рависах Зильбер это самый самый большой пример и светлой пример этого всего посмотрим как стайпер соблюдал там посмотрим как величайшие мудрецы величайшие семьи простые евреи начиная от великих до простого отдавали все рисковали всем чтобы остаться евреям момент истины дорогие друзья в том кто из этих людей остались до сегодняшнего дня евреям митья в ней люди которые хотели быть стать так как греки или люди которые хотели оставаться евреями и отдавали все ради того то что они их дети оставались евреями там все понятно ответ один те люди которые отдавали все ради творца ради торы ради торы ради истины это тот еврей который до сегодняшнего днями живем те которые пришли никто не знает их кто они где они они все они стали греками все что осталось еврейство остается там где есть связь с торой и пусть никто себе не обманет тебя и сказать что а мы можем штыкал такой там 15 минут без 15 минут евреи евреи это есть тот кто мы связаны с оповедями и соблюдением митвот это то что осталось от советского союза аналогично аналогично и мои глаза видят это постоянно чудо нет другого слова чем это объяснить что сегодняшний день у нас есть такой большой поток еврейства от советского союза непоняты нам просто чудо это то что сейчас мы видим это что-то не стандартное вещь остался живых после холокоста после всего всего и любого которые возвращаются еще люди которые были потеряны были какой-то там не было связи с этим было потерялся но сейчас проявляется что эти евреи возвращаемся возвращаемся все назад но большинство поток все где там там дорогие друзья там те люди которые отдавали свои души отдавали свои души это то что весь еврейство сегодняшний день массово массово то что выжило посмотрите хасидов аж евреев везде в Америке отдавали все ради того не поломать шаббат не дай бог если бы они тоже пошли что бы мы знали о евреистве что знали что шаббат что это что это кто бы делал нам притмилу кто делал даже те поколения которые потеряны сейчас один два поколения ты пришел бы ты сказал а где евреиство а не был бы евреиство не дай бог а где это евреиство это есть те люди которые отдавали все ради этого мы видим опять так это проявление великой руки ашеба невероятная истинность именно тора дорогие друзья только подумать об этом это уже столько большое хисук именно дает это все но дорогие друзья к этому всему есть еще один дополнительный момент мы видим то что есть две разные махарнот которые до сегодняшнего войны борется на против еврейство и это есть тот опасность который до сегодняшнего не есть очень сильного еврейского народа посмотрим столько ребят я сейчас это момент может быть да поговорить именно об этом советском союза было очень сильно принято университет 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 университета который говорил его бабушка не давай мне умереть того то что вы не видишь что хотя бы один день ты был в университете университет это все один день хотя бы ты зайдет после этого это будет чрезмерно важно чрезмерно сильно чрезмерно все но дорогие друзья давай будем честны на один момент подумаем столько мы не знаем сколько я вам скажу число сколько ребят которые из еврейских хороших семей пошли туда и вернулись абсолютно абсолютно далекий 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 от всего все все что не было связано с евреистом ушли 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 тот хфира тот именно вещь философия которую им дают и даже есть вещь которая не обсуждается там вещь которая столько опасность духовной которая может быть там это точно так же как было тогда и сегодняшний день это есть то что борется и это очень затягивает это очень сильно хочется это очень сильно блин все то что называется и берет человека его душ забирает именно туда особенно евреи с нашим потенциалом с нашим умом поводаем но когда есть духовная опасность дорогие друзья духовная опасность человек теряет абсолютно все может человек не дай Бог потерять вечность жизнь вечность мы понимаем что это такое человек может потерять женится на какой-то крестине что чао бела все закончило все дети что ты делаешь на этом закончила все абсолютно вещь которую мудрецы говорят на это нету возможности сделать раскаяние оставь сейчас до крестины или не крестины элементарный еврейский дети ходят туда и все теряется абсолютно и настолько важно чтобы наших детей отдавать правильные места правильные места чтобы первые годы чтобы они пошли изучать именно Тору изучать именно Тору дорогие друзья это я говорю особенно в наше поколение где настолько именно страшно жить что происходит в округе если посмотрим нужно время когда нужно профессии изучать а что даст им правильные направления и все будет но понять опасно всех этих вещей я маме глазами видел парень который пошел со мной вместе в школе мы пошли он был парень с пейсатой 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 с религиозной семьей в Германии и учитель наша учительница по немецкому она ненавидела религиозных людей так что она делала мы оба были в Новгем и в Германии она взяла отдала этому парню книгу и он говорит я хочу тебе помочь чтобы ты немецкий хорошо научился вы бы только оболошку увидели бы этой книжки вы бы больше с ума сошли как может учитель в Германии отдавать такую книгу ребенку это же 15 лет 16 лет ребенка это же катастрофа для него прочитать такие вещи полностью абсолютно поменять развивать всякие страсти развивать всяких вещей этот парень через пару месяцев пейсы убрал начал покупать тогда первый айфон первый соблюдается уже перестал уже шаббат соблюдать начал уже там наркотики принимать дискотеки потом и подружки причем уже перешел все границы абсолютно все абсолютно границы сегодня не дай бог он уже не только что далек не знаю что это говорит горность горность абсолютно горность это тут реальность это тут реальность есть разные пути как можно беводайшу зарабатывать деньги беводайшу это не мой сейчас путь но знать настолько это опасно настолько это бемет духовно именно опасно для наших детей и для нас а нужно нужно быть чрезмерно на осторожной сети это мы видим наяву столько в Америке посмотрите сколько везде везде я маме глазами вижу это настолько это опасно и делите и делите которые могут выжить оттуда выходить именно здоровым Нужно быть чрезмерно сильным, чтобы выйти оттуда вам, мамаш, здоровым. Чтобы вышел человек сильным. И чтобы эти вещи не влияли именно на человека. Потому что это бы вода и тот барбак, о котором мы сейчас говорим. Тот барбак. Тот барбак, о котором мы сейчас говорим. Как раз. Потому что разум, только и все заканчивается, все, больше я не вижу. Дальше? Потому что не понимаю, я не этот. А мы говорим наоборот. Там есть проявление Ашема. Там есть проявление Творца в этом мире. Там есть проявление Творца в этом мире. Дорогие друзья, я хочу закончить. Одно именно гигантское новейшее, которое нам, в нашем темном изгнании, чрезмерно сильный месседж, который дает нам Ханука. После того, как евреи, малочисленная группа евреев, коинов, пошли и выиграли эту войну против гигантской армии греков, которые чудо шеэнькетогмато. Не подумайте то, что маккабицы, они были мускулистами, они были какие-то, мы говорим в монашних молитвах, ты отдал Творец сильных в руках слабых, многочисленных в руках малочисленных. Это было чистейшее чудо от Творца. И сегодня, к сожалению, это берется как полное противоречие. Это спорт, сила, мощь. Как показывается маккабейцев, как будто они были какие-то там геркулесами. Это абсолютно не связано, это полное противоречие от того, что мы празднуем. Мы празднуем чудо Творца, которое он делал с нами. А мы берем это что? Спорт. Они боролись против спорта. Они боролись против всего этого. А мы, не дай Бог, берем это все. Мы понимаем, настолько все абсолютно закручено, все полностью наоборот. Маккабеями называем клуб маккабейцев спорта. Вещь, которая полная противоречия всего маккабеев. Это только, к сожалению, тот реальность, в которой мы живем. Дорогие друзья, после этого у еврея произошло еще дополнительное чудо в их храме. Ко они зашли, и у них есть, они нашли один единственный маленький, маленький кружок, маленький этот масло, которое они могли зажечь, которое мог зажечь только один единственный день. В чем было чудо? То, что это масло горело восемь дней. И это то, что в принципе мы празднуем каждый хануко. Сегодня мы зажигаем, вот второй дождь мы зажгли. В чем мы празднуем? В чем вообще это все хануко? Мы сегодня сейчас сидим, говорим об этом. Хануко это есть, это чудо. Чудо масло. А этот великий, победа, которая была туда-сюда, да, это было, да, мы благодарим Ашема за это, это было великое, что мы освободились от этого. Но чудо, где есть именно все, где вокруг, в чего именно идет весь праздник? Это зажигание хануки. Восемь дней, восемь дней зажечь этот именно хануки. Дорогие друзья, а это чудо, которое произошло, зачем? Что нужно было манифестировать это чудо? Что нужно манифестировать это чудо? Наши млубицы уже задают вопрос уже столетиями тому назад. Кохани, они могли бы взять, халахическим образом, они могли взять абсолютно без проблем, даже нечистую масло, которое было там. Не было абсолютно никакой проблемы. Не такой проблемы. Потому что тут могут работать цибурь. Если в цибуре есть нечистота, в народе чистота, можно взять даже нечистый масло. Можно было бы зажечь минору. Не только этот. Где было вообще-то чудо? Чудо было в... Внутри храма произошло чудо, и мы это празднуем весь еврейский народ. До прихода Мащеха, и не только после прихода, даже после прихода Мащеха мы будем это праздновать. Ради кого, твари, делают такое чудо? Был бы один день, не было бы масла. Писаты, они хотели чрезмерно сильно делать. Не хотели идеально делать эту митсву. Взялись стопроцентно чистым, но не хотели взять затумленную. Бессадр, они хотели затумленную. Один день, бессадр, то, что нету, нету больше. Дорогие друзья, восемь дней чудо. Творец делает такое чудо. И это то, что мы празднуем. Почему Ашим делал это чудо? И в чем мы делаем во всем этом? И весь ханук, который мы делаем, кроме молитвы и переходного меню, мы не упоминаем, а мы ничего не говорим об этом победе, которое Творец нам подарил. Все круто вокруг хануки, вокруг зажигания свечей. Дорогие друзья, на самом деле чудо хануки – это чудо, которое не было нужды вообще во всем этом. Посмотрим. Посмотрим в рамках, что пишет о наших чудесах, которые произошло во время, как еврейский народ вышел из Египта. Творец то, что раскрыл море, это не было для того, чтобы показать себе. Нужно было раскрыть море, потому что евреям нужно было прийти через Ярден. Был ман, не потому что нужно было Ашиму показать. Нужно было давать хлеб евреям. Ашим дал хлеб через море, Мапая. Нужно было сохранить евреям, делал она не кого-то, Мапая. Где наша вера настоящая, не через чудеса, которые Творец делал, Певод это дополнительно к этому. Но где чудо, где на самом деле наша вера основывается, что мы миллионами людей видели, как Моше разговаривает с Ашимом. Мы это видели и значит мы видим, что все то, что Моше Рабену нам говорил, это было все от Творца. Это самое величие еврейского народа, что такое вещь, которая никогда не повторится в истории человечества, и никакая религия не говорит даже вещь, которая один миллиметром даже связана с этим. Миллионами людей свидетельствуют об этом. Но чудеса? Писали Мапая. Посмотрим, во время Талмуда один из мудрецов хотел перейти через море. Он говорит, море раскрывается. Был целый дискуссия, а море говорил, нет, да, да. То есть потом, кажется, раскрылся. Мудрецы, говорите про воскрешение мертвых. Были мудрецы, которые воскрешали мертвых. В Талмуде написано, Мамая. Каждый человек, который написано имя в Талмуде, он был в состоянии воскрешать мертвых. И в мудрецах написано, что были такие истории. Мы говорим, во время мудрецов, 500 лет тому назад, Ария Кадош, Рабь Иосиф Кару, а с ангелами учились. Ангелы говорили через их юста. Чудеса, которые, чудеса в наше время, сегодняшний день, Баба Сали, Раба Иосиф, все чудеса это. Но в чем был особенность Хануки, дорогие друзья? Ханука, вещь, который происходит в Бекодыша Кудаши, в Бекодыша, извините, походу в святом месте. Что это за праздник? Что это за свет? Дорогие друзья, не было никакой нужды абсолютно, чтобы творец делал это чудо. То, что свеча, масло, которое мог гореть один день, что он горел восемь дней целых. А творец делал это чудо, когда это был конец, третий изгнаний, конец греческих изгнаний и начало четвертой глубокие и долгие изгнаний. Изгнаний, где мы сегодняшний день находимся. Римские изгнания. Когда еврейский народ уходит сейчас, в четвертом изгнании, творец показывает чудо, которое нету необходимости в этом вообще. Нету необходимости, чтобы раскрылся море, нету необходимости, чтобы вышел ман с небес. Творец показывает чистую любовь еврейскому народу. Любовь, творец показывает чистую любовь еврейскому народу. Столько дней, восемь дней. Восемь это что? Олицетворение, что мы связаны с Творцом. Творец показывает нам, мои дети, вы идете сейчас в Галут, вы идете в четвертое изгнание. Четвертое изгнание, знайте, я с вами. Я с вами там. Греки, они говорят, что восемь, мы все падаем его. Нету связи с Творцом. У вас нету, вы потеряли связь с Творцом. А мы видим чудо Творца. Творец показывает нам, что мои дети, вы связаны со мной. Ведете в Галут, восемь, вы со мной. Вы выше, чем натура стоите. Вы стоите выше, чем все на свете. Вы так идете в Галут, зная, что вас чем с вами. И это чудо, которое происходит еврейским народом в начале четвертого Галута. И это тот свет, которым мы зажигаем уже приблизительно 2000 лет, каждый год во всех еврейских домах. чудо, которое, дорогие друзья, не было необходимости ничего. И свет, и одна единственная вещь, которую мы носим от храма, начиная от храма, это то, что осталось у нас, который до сегодняшнего есть. И не только то, что было в храме семь дней, семь свечей, восемь свечей, восемь дней. Выше, чем натура. Выше, чем все связано с Творцом. И огни, которые внутри, как нашим Грицем выражается, Ораганус, 36 свечей, которые там заключены, это тот свет, который Творец сохранил для праведников, когда придет в Машеах. Это тот свет, который проявляется именно в этих свечах. Тот глубокий вещий, который тут есть. Но это есть тот месседж, который Творец хотел нам. Из-за этого мы празднуем, дорогие друзья, именно вот это чудо. Это чудо, которое был любовь Творца еврейскому народу. Вещь, которой не было никакой необходимости. Чудо, которое Творец делал с нами. Мы пошли, мы боролись ради его Торы, чтобы сохранить его Тору. Пошли именно руками, делали все абсолютно максимально. Мы, Творец, через большую милость у нас это делал, пиводай. Но это, которое нет у меня никакой необходимости в этом, нет у меня никакой нужды. Только чистой любого Творца. И это то, что мы празднуем. И это то, что мы празднуем, дорогие друзья. Дай Бог, дай Бог, что пожелание всем будет Ханука Самеях, что было действительно настоящим на Ханука, настоящее духовное именно поднятие. В тех днях, что мы усиливались именно вере в Творца, всего лишь богослужение, без рата Шем. И свет, мудрости, свет Торы, чтобы распространялся на все эпохи вне Хануки и на весь год, аминь кейни рацион. И этим, что мы уже видели, приход Машеха, и эта вещь, Пиводай, тоже связана, тоже усиливание в Галуте, чтобы мы знали, как настолько творят им нас с нами. Где бы мы были, где бы еврей находился бы, что евреи, каждый должен знать, творить с ним. Творец с ним. Творец с ним. Где все эти гигантские силы, которые хотели против еврейства, против Тор именно пойти? Где Советский Союз? Где эти люди, которые ходили за этим? Нету их всех. Где? Где греки? Где греки? Греки нету. Остался еще их на философии, Аташе. Скоро-скоро. С приходом Машеха. Как все вещи, они уходили, это кто остался, дорогие друзья, вечные люди, которые связаны с Торой и с Ашемом. Это то, что остается. Это то, что остается на веки веков. Дай Бог, чтобы все усиливались в вере, все усиливались подослужения, поздравить Ашем, и чтобы мы поскорее времени видели приход Машеха нашими глазами. Аминь. Резисок. Продолжение следует... Продолжение следует...